Недельный раздел Торы Сегодня мы комментируем главу, которая называется Ки-Тиса из книги «Исход», 30 глава, 11 стих по 34 главу, 35 стих. Кратко расскажу вам немножко содержание, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Что в этой главе? Евреи получают повеление принести в святилище пол шекеля, каждый в подношение, именуемое искуплением души. Перед этим напомню, что Моисей выбил из Египта весь еврейский народ и подвёл его к горе Синай, для того, чтобы заключить завет с Богом и получить скрижали. И вот у этой горы евреи ожидают, и Бог даёт разные указания Моисею. Также Моисей поднимается на гору, и в это время, пока Моисей на горе 40 дней, его долга нету, евреи забывают о Моисея и начинают искать себе нового Бога, строят золотого тельца и начинают ему поклоняться. Моисей спускается с горы, разбивает скрижали из-за того, что он увидел, и после этого опять поднимается к Богу. Бог ему опять даёт скрижали, и также Моисей ставит шатёр свой вне лагеря, чтобы там общаться с Богом. И когда он общается с Богом, у него светится лицо после этого. Вот. И интересный такой факт есть, что в Ватикане, в Риме, там есть такая большая церковь, и там есть Моисей. И вот у Моисея здесь, если видеть рога, да, то есть очень странно, почему у Моисея, зачем Моисея, если я не ошибаюсь, это Миклан же сделал эту скульптуру, и он сделал ему рожки. И очень много где в Италии есть, как бы, у святых рожки. А почему они есть у них? Потому что в переводе слово «сиять» — это коран, слово «коран». Ну, просто на иврите слово. Оно похоже на мусульманский коран, слово, да, но ничего общего не имеет. Просто на иврите слово «коран» означает также быть рогатым или иметь рога. То есть, таким образом, в те времена, вот, скульпторы выражали святость, но она очень странно выглядела. Это так, просто для общего понимания. И далее я хочу рассказать, что, как бы, о лидерстве, и почему мы должны возлагать больше упования на Бога, а не на людей, которые находятся, ну, как бы, всю свою, да, веру и надежду на людей, которые, как бы, поставлены Богом. Это тема о, вот, больше о золотом тельце, когда евреи сделали себе золотого тельца. Людям всегда, безусловно, нужен какой-то лидер, за кем они хотели бы идти. То есть, люди всегда, мы всегда выбираем себе подсознательно, за кем мы будем следовать по жизни. То есть, вот, мне нравится такой-то человек, я бы хотел быть, как этот человек, либо вот такой-то человек, я бы хотел быть, как этот человек, он нравится, я буду, вот, подражать ему и делать так же, и буду таким же успешным, как он. И в исходе, в 32 главе, в первом стихе написано, у меня немного другой перевод, может отличаться от того, что вы будете видеть, но смысл такой же. А тем временем народ стал осознавать, что Маше уже долго не спускается с горы. Это когда он поднялся на гору и получал скрижали и заповеди от Бога. И собрались они вокруг Аарона, евреи, и сказали ему, сделай нам Оракула, или как здесь написано, сделай нам, да, так же написано, чтобы он нас вел. Мы не знаем, что случилось с Маше, человеком, который вывел нас из Египта. То есть люди ждали, и они начали разочаровываться, они начали думать, где Маше, наверное, он исчез, наверное, он пропал, упал, споткнулся и всё. То есть нам нужен новый Бог. И получается, что мы всегда выбираем себе кого-то, за кем мы хотим идти или следовать, как я уже сказал. И если этот человек, например, он нас разочаровывает, если в итоге мы видим, что он делает какие-то неправильные вещи, то мы начинаем себе искать другого идола. То есть мы как бы двигаемся от одного идола к другому. И мы тоже, как все евреи, в начале пути мы можем как бы забывать о том, что Бог делал для нас до этого. До этого Бог показывал свои чудеса. Да, он был с евреями. И даже, ну, все помнят, что Бог являл свои чудеса. Он шёл в столбе, его видели. Он был огненным столбом ночью, белым облаком днём. И были многие-многие чудеса. То есть всё это забывается со временем. И нас начинает тянуть обратно к старой жизни, которую мы когда-то, может, вели. То есть мы познали Бога, мы увидели, что Он святой, что Он есть. И потом мы начинаем возвращаться мыслями к старой жизни, когда мы привыкаем к этому, да, или находимся в каком-то таком режиме ожидания. А почему так произошло у евреев, что они сделали себе золотого тельца? Потому что они возложили всё своё упование на Моисея. Они знали Бога и видели Его, но они всё равно возложили упование и веру на Моисея. Они думали, что не возложили всё своё упование на Бога, а больше на человека. Но не стоит забывать, что Моисей был лидером, который был поставлен Богом. Бог дал ему власть, Он дал ему видение, Он наставил его, Он дал ему миссию и сказал, вот, иди в Израиль, выведи евреев из Египта и приведи их обратно. Всё это Моисей сделал, и они вот подошли к горе Синаи уже с евреями. И из этого мы понимаем, что лидерам нужно доверять, те, которые управляют народом, да, там, в общине или в церкви, или в синагоге. Мы должны понимать, что лидерам нужно доверять, потому что у них есть особые отношения с Богом, и у них есть видение от Господа. То есть, как дальше двигаться, и они всегда получают, то есть, в определённые моменты, они получают это видение, и Бог с ними говорит, потому что Он даёт таким людям власть. И вот мы понимаем, что создание Тельца, оно произошло даже после того, как некоторые старейшины были на горе и видели Господа и общались с Ним. Шмот, 24 глава, 7 по 10 стих. «И взял Он книгу Союза и читал её перед всем народом. И они отвечали, будем делать и исполнять всё, что Бог сказал. И взял Маше остаток крови и окропил её народ. И сказал Он, это кровь Союза, которую Бог заключает с вами. А потом взошёл Маше с Аароном и семидесятию старичными Израиле, и увидели они видение». То есть они вместе с главами колен зашли вместе на гору и видели Бога Израиля, а под ногами Его было что-то вроде кирпича из сапфира, как сущность ясного неба. То есть они увидели Бога всё вместе, они поняли, что Он есть, и так же, как и мы понимаем, что Бог есть в жизни нашей, и видим Его славу. И если бы в тот момент евреи, когда Моисей был на горе, всё-таки положились на Бога, а не на Моисея, то есть если бы они всю свою веру вложили в Господа, то они бы не сделали себе золотого тельца. Это при том всём, что они уже Господа познали. Мы не должны также забывать, что лидеры или те люди, которые поставлены в общине в церкви, они остаются людьми, и так же есть человеческий фактор, присутствует всегда, который мы должны принимать во внимание. Люди, как ни странно, любые все могут совершать ошибки и делать что-то не так, как-то не так поступать. И, то есть, но наша задача, может, мы даже можем думать, что они неправильно поступают в тот момент, когда исполняется замысел Бога, потому что когда Моисей был на горе, евреи думали, что что-то не так, а на самом деле всё было по плану. И нам не нужно осуждать своих лидеров, если что-то не так идёт, если они что-то не так делают. Ну, если, конечно, это не переходит в черту, грань священного Писания, то есть если они не начинают открыто грешить, то тогда это уже проблема. А если как бы всё нормально, но мы ничего-то не понимаем, то не стоит нам озлобляться и как бы осуждать их за это. Но также нам не стоит возлагать всю надежду на своих лидеров, как бы всю свою веру, да, и строить свою веру и жизнь на пасторах, на лидерах, потому что, как видим, здесь евреи разочаровались в Моисее, и они сделали себе нового тельца. Если бы они строили свою всю веру на Бога, то этого бы не произошло. И в Ереме 17 глава 5 стих написано, «То есть плохо тому человеку, который в своей жизни надеется только на человека и уповает только на него». И вот, например, как с Аароном, да, Аарон, он неправильно поступил. Но почему он неправильно поступил? Потому что было место давлению со стороны общины евреев на него, они на него надавили, и это ясно прослеживается в тексте, что он, возможно, испугался, и поэтому он так как бы поступился. Так на кого же нам нужно возлагать свои надежды сейчас? Кто главный лидер у нас вообще должен быть в нашей жизни? Главным лидером в нашей жизни должен быть Ешуа, потому что он главный священник, как говорит Мельхецедек, это главный первосвященник, который вошел в высоту святых. И он так же, как и Моисей сейчас, да, он поднял, когда его распяли, потом он воскрес, и он зашел на небо. То есть он как Моисей, он зашел на гору, и его не было 40 дней, и так и Мишуа уже нет 2000 лет. И мы такие, как бы, ну, долгое ожидание, да, то есть и некоторые люди начинают сомневаться или искать себе новых каких-то идолов или новых каких-то богов. Но все уже свершилось, и мы должны помнить о том, что Ешуа на небе, он скоро вернется, и он дал нам Святого Духа для того, чтобы мы дождались его. И нам нужно держать свой фокус на Боге и всю свою веру на Боге, на Ешуа, а не на людях, и не смотреть на то, как они поступают, как бы, ну, а вот такая основная мысль. Потому что главное здание, которое Ешуа нам дал, это в Матфея 28, 19, 20. Если что-то идет не по плану, то всегда нужно помнить об этих словах. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына Ешуа и Роха Кодыша, Святого Духа. Учай их соблюдать все, что я повелел вам, потому что я с вами до кончания веков. Аминь. 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 Аминь.